Мы здесь, чем это изображение, я считаю, что оно достаточно редкое, потому что я искала, 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 и нигде вот таких вот прям не нашла. Обычно изображают колесо бытия, да? Вот видите, здесь по оботу, значит, цифра 1 стоит, да? И вот такие ячейки, 12 недам, 12 ступеней взаимозависимого возникновения. Это теория буддизма, которая рассказывает о том, как сознание, проживая свою жизнь, воплощается в новом теле. Это очень сложный, действительно, философский аспект, я сейчас не буду, наверное, на этом останавливаться, просто хочу сказать, что это стандарт. Вот эти 12 недам, 5 или 6 видов бытия, ну, в данном случае бытие человека, да, Бога и полубога, здесь они объединены в один сектор. Здесь у нас сектор животного мира, да, сектор адов и сектор голодных духов. Это вот такой стандарт, и обычно всех вот это держит, Бог смерти Яма или Дхарма Раджа, который, значит, ну, не то чтобы управляет, но, скажем так, заключает всех этих несчастных в этом круге сансары. В чем необычность? Вот это цифра 1, видите, 1, цифра 2 посередине, 3 наверху и 4 внизу. Собственно, эти 1, 2, 3, 4, это рассказ о 4 благородных истинах. То есть этот танк изначально использовался для обучения монахов. Они рассказывали о том, что весь мир есть страдания, есть причина страданий. То есть это цифра 2, это эти животные, которые символизируют страсть, неведение, тупость, да. И 3, это нирвана, 4, вот здесь это уже, тут не стали ничего изображать. Иногда на танке действительно просто писали, это было возможно. То есть часть текста, так как это, получается, танк использовался для обучения, да, можно было часть просто записать. И в данном случае тут записан восьмеричный благородный путь. То есть путь выхода из круга страданий. Вот такая вот схема. И вот, чем эта танка редка, вот эти цифры 1, 2, 3, 4, я долго-долго искала, я просматривала различные каталоги, просто во всех поисковиках нет. Везде просто вот 12 вот этих ступеней, да, вот эти все миры, но никаких вот воплинаний 1, 2, 3, 4 нет, да, вот это вот уже в нашем реме считается. Хавачакра, она описывает, получается, путь, да, сознания из одного мира в другой, но я вам могу сказать, тут некоторые разобрать эти меданы, да, вот это символическое изображение здесь у нас. Очень некоторые совершенно понятные, вот рядом с единицей, с правой стороны ведь умершего, просто обозначение смерти, один из пунктов этой ступени, да. Дальше сознание блуждает и ищет новое рождение, но видите, мужчина, пожилой мужчина, вытыкает себе глаз, вот тут вот, вот с другой стороны, то есть мы с вами вот так идем, да. Это обозначает то, что сознание слепо, и оно снова в потоке нового перерождения, то есть оно, скажем так, не достигло состояния просветления. Вот, то есть танку можно вот так что-то долго-долго это разгадывать, и мы с вами уже действительно стоим тут долго, я просто еще что хочу сказать. Какие еще сюжеты могут встречаться на танке? На танке встречаются сюжеты поликлорные. Вот здесь вот конкретно совершенно поликлорный сюжет, мы видим внизу, видите, в уголочке дерево, и четыре животных стоят друг на дороге. Это, в общем-то, рассказ о предыдущих жизнях Будды, то есть есть так называемый текст, называется Джатаки, 500 с лишним рассказов о предыдущих рождении Будды, то есть Будды в этих рождениях был слоном, был тигром, был человеком, был царем, кем он вообще там только не был. И вот из этих рождений вот так получилось, что он родился куропаткой, а его вот эти вот ученики, они родились слоном, обезьяной и кроликом. И у них возник спор, кто из них старше. И, значит, один стал вспоминать, я, значит, самый старый, я видел слона небольшим деревцем, другой говорит, нет, я видел небольшим кустиком, кролик говорит, я вообще травкой видел, а кролопатка говорит, а я вообще-то склевала это зернышко, из моего помета выросло это дерево. То есть я здесь самый старый. О чем это, собственно, вот эта фольклорная история? Эта история рассказывает о том, что надо уважать старших, независимо из того, как они выглядят. Не важно, что. Вы не слон, вы куропатка слабая, но у вас на такой куртке надо уважать. То есть это о фольклоре. То есть фольклорные элементы у меня в танках, конечно же, присутствуют. 15 чудес Будды, я их долго искала по нашей экспозиции, не нашла, к сожалению, у нас изображение. Хвачакова есть? Значит, изображение Буд прошлого и настоящего. Продолжение следует...